всем ребят привет ща подожди ребят всем привет приехали мы с михалычем на местечко одно благо но рядышком с нашим населенным пунктом ну не особо далеко время как вы видите солнышко у нас уже садится копает начинаем мы king мой друг товарищ и михалыч камрад михалыч там что-то отыскал что-то михалыч самоварный паровичок находимся мы вроде как на фундаменте чуть позже приедет женька кстати копаю с михалычем это легенда по шурфам копает как трактор но и находок у него тьма тьмущая у меня первая находка ребят вот в этой ямке чуть подальше нашел печную как она называется михалыч печная не заслонка как она короче где готовит готовит и знаете верховой сигнал выкопал и это у нас первый на сегодня царь это царская копейка николаевского формата год вам не скажу но от звонку только что сделаю что за монета и стоимость на аукционе и стоимость в каталоге ладно видео вступление сделал находки с царем меня с первым значит у нас видео будет остановились именно здесь в конце деревни взяли разрешение у местных жителей нам добро покопать дали никому не дают добро а михалычу здесь дают ну михалыч здесь уже как свой и рядом ручеек это благо жизнь кингух у меня там уже купается в общем жара 40 градусов мы приехали вечером завтра также будет 40 мы взяли с собой но это завтра увидите взяли на че такое михалыч печная печная задвижка точно печная задвижка есть металл есть хорошо жалко что здесь лесов нету спрятаться завтра будет негде но я взял с собой материал мы с михалычем сделаем конструкцию который нас спасет на шурфе так что ребят смотрите учитесь как старые шурфологи занимаются именно шурфологии и подымают находки достаточно большое количество и достаточно интересное так что приятного просмотра смотрите видео до конца если первый раз то подписывайся а если старый наш телезритель кто по традиции всегда ребята всегда есть находки нет находок все равно ставьте лайк поддержите мой канал от души смотрим и так ребят находка находка уйди находка михалыча мы сейчас только что с пингом купали сейчас я об кинга его намочу и здесь у нас образок ребят но образок не простой ну конечно не золотой но из толстого металла ушка поперек и я считаю что это достойная находка даже видно вон образ класс класс надо перчатки одеть зато и грязно как чушка зачет зачетная находка ну я считаю один-один пока с михалычем да михалыч чемпион все равно и так ребята уже совсем совсем темно вы знаете я вот хожу по верхам зарядил ванишь хожу по тем верхам где ходил с аськой ну копали мы здесь но сигнала есть есть сигналы но они плохие вот и знаете я думал неужели коп такой отвратительный окажется сейчас михалычем колбаску закинули немножко перекусили вы знаете здесь вот был сигнальчик пошла вот такая вот ну советская невзрачная ничего особенного осколки пошли и когда появился это я был просто в восторге бля смотрите чё это киотный крест без ангелочков она здесь на подвесах но ничего страшного я не знаю почему я его лопаты конечно смотрите посередине зарядил вот в этом месте вот видите но факт том что я не ожидал не ожидал что верховой выпадет вот такой здоровый киотный крест ходил думал неужели никакой сегодня сенсации не выпадет но вот киотный крест твою дивизию далеко не каждый в современном мире знает что такое киотный крест для каких целей он предназначался что ж постараемся приоткрыть завесу тайны над этим вопросом это церковный аксессуар не годился для ношения на теле его значение было другим но наш крест это исключение название креста киотный произошел от древнего слова киот этот такой небольшой ящик сундучок малых размеров в котором хранятся различные иконы старину киоты изготавливали из бронзы или меди для красоты покрывали эмалями такие кресты появились еще в древности когда было принято осенять имя ворота крестить причем это могли быть как домашние так и городские однако они имели и много других различных применений такой крест был весьма почитаем среди населения того времени они были в доме практически каждой семьи давайте уже подойдем к нашему кресту чем же он особенный получается наш крест не киотный и и не нательный давайте разбираться все кресты можно разделить на три основные группы первое это нательные это малые кресты по размеру и не достигали 8 сантиметров в высоту предназначались для ношения на шее второе киотный крест огромный и тяжелый в основном они размещались у людей среди икон и наконец наш крест 3 наперстный крест это массивный крест очень похожий на киотный однако их главное отличие отверстие для ношения на шее да уж поноси такую крест ежедневно так и горбатом стать недолго у священников он и то меньше а наш огромен а стоимости данного креста сказать сложно цена напрямую зависит от того когда был изготовлен крест наиболее дорогие крестами считаются кресты с эмалями немаловажным фактором ценообразования также является его размер и сохранность на сегодняшний день такие изделия являются достаточно дорогими и редкими их можно найти только в антикварных лавках и у коллекционеров а да чуть не забыл и у кладоискателей найти киотный крест это очень большая удача для кладоискателя и хороший знак так как вещи всегда намолены и несут в себе только положительную энергетику всем желаю такие сигналы а сейчас возвращаемся на коп будет еще одна интересная находка приятного вам просмотра не ожидал что верховой выпадет вот такой здоровый киот не крест ходил думал неужели никакой сегодня сенсации не выпадет но вот киотный крест твою дивизию супер находка супер прям огонь от души от души прям тенгуха вот что надо искать вот смотри да не в рот бери а вот что надо искать вот иди ищи иди ищи иди ищи вот так что вот этот фундамент предполагаемый можно и пошурфить на ночь уже темно тут михалыч немножко начинает вот но киотный крест ребята зачет зачет но он странный с обратной страны он там нету никаких молитв как обычно идет вот такой крест немножко дефектованный но все же крест он и в африке крест щи огонь вообще класс ладно продолжаем наверное уже темно и на этом фундаменте остановимся до михалыч вот так что наверно этом фундаменте остановимся и посмотрим чё зашурфимся немножко метр на метр как минимум нам посмотреть сопутка какая засыпка если все ништяк то можно и пошурфить ладно кингох чё у нас в планах то в планах будем шурфить там у михалыч какой-то сигнальчик железка но все равно приятно если крупная железка это приятного она крупная до михал наверно печная что-нибудь уже видно да да уже видно вон лежит достаточно толстая и наверное длинная не не длинная короткая но тяжело да михалыч куда ребят принципе нормальный металл хорош смотрите какая толщина наверно блин я не знаю сколько тут полторожка меня не нитку полторожка сколько есть михалыч толщина металла десятка десятка разбухла разумухла но все равно приятно хороший металл маленький по размеру но тяжелый как вы знаете сейчас металл 20 рублей минимум и такое в принципе нормально надо забирать ладно вот этот холм надо шурфить вот этот холм и туда где у меня крест киотный был все это надо сделать ладно поживем мы видим и так ребят у меня ванишь нашел еще одну монету и мне пришлось сходить в машину за аськой это именно тот фундамент где вон там он поднял киотный крест и здесь у меня была монета вот на монета по размеру трешка не знаю что за монета но желтая по размеру трешка ссср после реформы наверно где-то 35 6 наверно 36 37 ты т.д. и т.п. рядом михалыч с кингом вот сделал такой небольшой шурф михалыч там что-то загудела красиво ванишь когда ванишь так сигналит прям приятным душе до сигнала и ванишь и прям стекло прям звенит стекло но это оконное стекло есть сигнал есть смотрите есть давайте посмотрим что там прямом эфире и хватит копает не тут руке да давайте посмотрим что там в руке то и интересное чё-то чё-то интересное но это наверно тень да михалыч не немножко не латунь машета дураль нет сведенина дураль муж скорее всего вот он молодым тоже хорошо тоже хорошо но стекло вот лезет оконная правда толстая вот советина чистая но все равно приятно михалыч тут я тут здесь все только что была трешка по-видимому ну ладно посмотрим что еще у нас здесь быть ночной шурф только начинается ребята начинается только нашли фундамент там крест здесь трешка я думаю чем-нибудь у нас получится ладно поживем увидим ночь длинная ребят находка сигнальчик был звонки я говорю либо серебром либо медь для совета ну для совета это пятак ребят это для пятак михалыча пятак год сейчас скажу не не скажу 40 46 наверно не знаю вам видно нет но принципе пятачок зачетно пошли до этого михалыча еще было чё там у михалыча была у тебя пятнашка пятнашка была вот из этого маленького метр на два глубиной на на полметра две монеты я же пытаюсь углубиться вглубь у меня пошла обувка в обилие прям обилие обилие обувки вот и сопутки так таковой нету но засыпка имеется так что ладно это менее лучшего я думаю ночной коп на этом фунде и будет так что пожелать нам удачи советов я думаю мы здесь с десяток наберем ладно конечно ребята одновременно если бы у меня хоть монетка выпала я промолчал бы но у нас одновременно с михалычем у меня вот в этом камушке вот на выпала такая почти чистая пятнашка рамочник 30 30 какой-то год 38 или 36 не знаю вот такая вот пятнашка михалыч это там еще одна то есть две подряд ёпты 2 подряд михалыча для двушки пользу ну-ка так это у нас двушка окаменелая да значит позднее это тоже да но все равно монета сыпется и ночью приятно копать сигнал вообще любые ребята даже пробка если попадается прям приятно а то иногда бывает шурфишь 10 15 20 минут до михалыч и нихрена сигналов нету блин вот тогда уже в напряг и хочется идти спать но ночью погода позволяет комаров нету мух нету жара не надоедает только луна светит лопата фундамент классно прямо от души смотри скингух то но засуну землю домой мальчик ты мой мальчик ты мой мальчик передавай всем приветик красавчик ребят только что из той ямки вон видите темнота такая вытащил двадцатку 46 и он смотрите видите нет вот она еще одна монета грубо говоря одна за другой сразу почему я стал ее снимать это пять копеек и на фундаменте такой сохран редкость 38 год примет сохран для фундамента вообще бомба я не видел на фундаменте лучшего сохран а тема нет только верховые попадается такая вот 38 еще бы я до сих пор не могу докопаться до материка уже выкопал такую тему и материка конца не видно вообще но приятно то что сопоточка лезет зачетно продолжая кинг у меня он там прикопал я его уже спит михалыч тоже подустал наш маленький трактор но все равно пыхтит копает и так ребят михалыч ушел и я говорю на пасашок это же но пасашок задержался полчаса полчаса радио такие монеты 40 какой-то год скорее всего 43 трешечка до 46 год вот такая монета ничего интересного было еще двадцатка вот здесь вот вот с этой стороны михалыч он там он на ночь убежал прибор оставил говорит ничего страшно короче пойду я поужинаю может быть позавтракаю это же на боковую кинг уху меня уже вон видите да пятно вот этот это кинг ухо до кинг кинг ухо вот они кинг ухо на глаза надо будет тоже вздремнуть завтра продолжим ребята находка очередная ну я скажу сенсации